Продолжение следует... Последние сделаем. Продолжение следует... Потому что к логическому завершению не подходит. Те вопросы, которые, наверное, останутся, они уже, думаю, что будут ближе к чему-то современным исследованиям. Поэтому это, если будет в этих семинарах, может быть в будущем. Еще я хочу сказать, что возможно к нам будут приезжать с лекциями люди, работающие в связанных областях, ждут в следующем семействе. Кто? Ну... Проночок Егорский, возможно. Егорский? Возможно. Постунули? Ну, может быть, не постунули, но с чем-то связано, может быть. Вот если вы в связи не приедете? Ну, хорошо. Значит... Мы довольно подробно все время рассматривали в начале незаводействующие астроны и супер астроны. В прошлом занятии, значит, мы посмотрели еще взаимодействие в приближении низком физическом. То есть написали действие, которое содержало гравитацию, плюс еще некоторые поля, которые скалярные и всякие симметрические астроны. Вот. И сейчас начнем тоже с того, что вот поговорим некоторое время о взаимодействии струн. То есть, о амплитудах, как их вообще строить в ночне. Ну, и будем идем это мотивировать. Как раз вот рассматриваем начали действия для свободной струны. Немножко посмотрим, как его можно модифицировать. Как это можно связать с взаимодействием. Вот. Действие у нас было гравитичное для струны. Да? Давайте обращать внимание. Для начала будем выписывать базумную часть. И нужно, в общем-то... Будем нажать выписываем на меня. Вот. Значит. Такая геркоизводная. Расворачивались с метрикой, так сказать, на миллион в листе, аж. И сворачивались с плоской метрикой. Это мину, которое, значит, поставство принимает. Такая геркоизводная. Вот. И все это рекоментировалось по... Значит. По диску. По мировому. И, конечно, по лицу из метрикой в листе определить. Это тоже. Ну, и это все, конечно, было действие. В плоском пространстве времени, как говорится, в плоском пространстве времени. Ну, а что, если все-таки геометрия какая-то другая? Да? Вот. Пространство времени. Понятно, что у нас тут... И... И... Знаем... В основном, вообще-то, есть скриняну. Да? Поэтому, вот, тоже... Что если тут написать? Туда метрику? Тогда... Не поскую, а какую-то произвольную. К чему это приведет? Ну, можно рассматривать в таком случае, значит, эту метрику, как... Для начала, по теории размущений, в лесник воской. И... Сейчас... А, вообще, от чего зависит? Метрика, в каком-то размущении, зависит от координат в оснастке времени. А координат в оснастке времени у нас, это вот эти вот поля. Да? Поэтому, она, значит, через эти поля, зависит, в конце концов, от координат на поле отнести. То есть, это метрика восстанства времени, взятая в точке на поверхности листа, да? Которая, вот... Какая-то там есть. Такая зависимость. А h, это... А h, это именно на листе своя независимая метрика. Она независимая, да? Которая совсем, да, не связана. То есть, ее функционально... Ее можно и в функциональном метрике, и в действии осматривать как независимое. В принципе, она от седьмого, она от седьмого 1 может зависеть, да? Она, да. Да, она функция от седьмого. Ну, производная к нее сейчас не входит здесь, поэтому, в принципе, ее можно исключать. Энваром координат специального, то есть, в действии оборудования. Вот. Ну, как раз мы сейчас внимание будем обращать не на аж, а именно на вот метрика восстанства времени. То есть, что мы с нее представим, видите, в таком вот. Восстанство времени плюс возмущение. Маленькое возмущение, да? Можно, например, разрешить по кроским волонам. Можно вопрос? А если мы, допустим, еще без фермионных, то у вас эта метрика уже будет от облых произвести или как? Метрика только от координат. Вот. Но вообще фермионные, переменные, ну, по ним можно зависимость представлять в виде полинома. Если это в одной точке берется, да, там, то там вообще, вот, в степени ограничены, ну, да, потому что, там, впадаете, ну, на этаж компонента. Вот. Поэтому, значит, строгаемые зависящие, если мы сами производим, общий вид действия будем осматривать, ну, конечно, выписывая строгаемые, начиная с фермионных с меньшим числом производных, так сказать, меньшей размерности, то, конечно, вот мы можем с феноменами писать фермионные с различными степеньями. И так, коэффициенты перед этими степеньями будут кинетрополярными, даже, по-другому, декоратурами. Но другие уже, понятно. Знаете, это значит, зависит от координат. А можно еще вопрос? Я все-таки не понял с этим H. Вот, когда у тебя было в лосковом пространстве, да, H, то у тебя была, ну, вот, так сказать, метрика на месте, да? Ну, и сейчас то же самое, да. Ну, а сейчас что такое у тебя лист? Лист пропостался, да. Ну, то есть у тебя же есть индуцированная метрика на месте, да? И вот, то есть H это отклонение, то есть это дополнение к индуцированной метрике или это просто все вместе? H, значит, классическое решение для H это индуцированная метрика. То есть если мы провалили вот это действие по H, да, и классическую, так сказать, Вариацию из нули по H, да, мы получим, что это индуцированная метрика, но уже индуцированная вот для настоящих его метрик, естественно. Ну, это понятно, что просто если валируем, да, там получается все, что было, но вместо оской вот эта метрика. Вот. Поэтому H это резиновое классическое решение, это индуцированная метрика, но если мы в цариквиде рассматриваем, то, 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 естественно, это генер по всем. Не, ну, хорошо. Мне просто интересно, ну, как-то странно, а может она откровит, она в такой близости есть? Ну, реально, от нее вовсе можно избавиться от брак клиниковки, как всегда. Ну, то есть вместе с индуцированной частью? Ну, ну, да, вот, избавиться. Да, ее можно всегда просто предупреждать, в общем-то. Тем более, в теории возмущения снимут фактически всегда, да. Ну, да, но все-таки в теории возмущения тоже как-то вот. Колебовка может учитывать, значит, вот эти условия колебовочности, держать себе какую-то информацию про метрик, скажем так. Пусть так, ну, давайте в эти детали не будем сильно углубляться, нам тут отсюда только общая идея нужна. Вот, что тут... Пусть вот сразу трензоропровизация вот этих герметонов, по которым раскладывается, как они не метрики эпсила, они не называются. Это симметричный трензор. В этом случае... Ну, без следователя. Пусть еще... Пусть еще... Пусть еще и индексы стоит. Пусть еще и индексы стоит. По идее, неизвестно, может, с вами обману и в этом пути. А, что... Да, что... Несколько разложных организаций можно быть, да, суммируют по резиденциям тут. То есть, вот такая вот метрика... Нет, тогда альфа это что? Ну, поляризация. Пусть может стояние позиционное. Пусть. Пусть. Ну, какой-то угодный процесс. Как называется. Симпром нас тоже занят. Понятно, что по резиденциям, по всем состояниям, включая операционные суммируются. То есть, по угодным эффектам, возможно, наборам. Можно говорить, что интибирование, суммирую. Не важно. Может быть, здесь в данном поле конечное число вообще этих гермонок, да? Ну, коэффициент это вот эти... А, если... Ну, смотря какие нормальные, да? Ну, можно... Это... Не нормальные, да? Тогда не нормальные. Потом коэффициент написать. Вообще ж надо в единице по найти. 32 пишера равняю 16 единицам. Ну, коэффициент я вообще не думаю видно. Вообщем все Chile тоже в эту поляризацию замесли. А дв Streetוע? Ну, что там поляризацию еще работать проводить. Что здесь еще иativационные разные состояния. что не одно состояние, я не дам звездной опиализации, я дам несколько, может быть. – И можно еще, может быть, другой-то, если задать фонит, не у тех, кто писал? – Нет, это просто номер прессованного состояния, и все равно, чтобы входит в несколько гармоний со своими опиализациями предупреждает, я хотел сказать, это выраженный флиер. Вот, ну и, значит, если мы теперь захотим учесть, значит, вот что, эта метрика, значит, там будут идти поправочки. И давайте рассматривать это, скажем, нагляднее всего, наверное, в формализме функционального клиента. с действием, проще всего, работать. Хотя, конечно, мы могли бы и… или, как бы, во формализме тоже, рассмотрели бы. Вот. Тогда представим себе, что это у нас есть играл в степени… есть степени и действия. Это играл по всевозможным полям, и здесь есть… вот. Ну, значит, как нам рассматривать ситуацию, что вот у нас семантика не плоская? можно по этим отклонениям разложить, да? Посматривать путевые замучения. И как будут, значит, выглядеть разложения? Здесь, значит, берем какие-то складаемые, да, в этой экспоненте, ну, и экспоненту раскладываем. Что в результате получится? Получится некоторая сумма, которой слагаемые будут иметь вид следующий. Вот. Будут иметься вот некоторые возмущения здесь, взятые на мировом листе в точках системы, да, некоторых. Столько штук, какой порядок начался теорию замучения, да? И будет функциональный тегал, ну, с обычной ныжьей действием свободным от этих операторов. И будет интегрирование еще по... Ну, этот функциональный тегал, я обозначил просто, там, там, среднее, да? Это означает, что интегрируется с таким весом. И интегралом будет еще, кроме того, по всем вот этим вот положениям на стойное, да, где у нас соберутся вот эти возмущения. Вот. А как возмущение в конкретном виде гранати? Здесь мы выпишем. Возмущение – это, собственно, то, что взялось от разложения действия, да? Там было... Было то, что вот здесь стояло герметрикой. Это вероизводное, все встроенные, да? Вот. Исворачивались они с транзорбализацией, соответствующим. Да. Исворачивались, как это... Экспонент упуск и волны. Где икс – это тот же самый оператор, зависит от функции. Соответствующая система. Вот. То есть что здесь характерно? В этом выражении. Во-первых, вот это вот самое характерное, то есть от экспонента, то есть возмущение, значит, не имеет вид как экспонента, умножить на некоторый остаточный координатор, который в данном случае содержит две производные от координат. Ну и взяв такой оператор, вычисляется перелеток от нескольких таких данных и дальше регулируется по всем координатам на листе, с учет которых операторы эти обмещения зависят. В этом ничего не забыто, да, тут. А как избойность этой программы не по ДА? А здесь не измолнялся, я вот просто все это интервусеединение, комбинатор здесь обозначил слово, такой комбинатор. Абиллятор означает, что именно интеграл, но уже с действием не возмущенным, да, на фоне их плоской. Ну там какое-то упорядочивание, нет? Ну, на языке функционального интегрирования это можно не упорядочивать. Ну, и вообще-то здесь не надо, ну понятно, чевайте, но есть аппетицина, знаете, артериал, да? Вот от изложения исполненных данных. И пока я потом тоже взбираю. Здесь мы просто можем операторы вот эти брать каждый со своим... Мы понимаем, что каждый оператор, в тюрьме сущения, соответствует излучению своего гравитона. То есть, понятно, что вот эти моды, которые здесь в возложение входят, это отдельные гравитоны. И вот такое разложение нам дает просто амплитуду излучения N штук, например, с соответствующей воной векторами, которую мы припишем сюда, в каждый слой. И у каждого слой тензопонизации, ассоциализации. Нет, можно еще, если я не понимаю, я сделал замену перемен, а ты, кстати, не шел усилен, а что с DH встал, я его не очень осознал. DH, мы как бы считаем, что оно от 1-1 и вообще его купило в замене. Это совершенно отдельный вопрос. То есть, как выполнять это регулирование? Нет, а почему мы не можем сказать, что вот мы же обиделись, что у нас на листе всегда метод Энген-Паса, и вообще его не писали? Правильно, правильно. Потому что мы этим формализмом не пользовались. Друзья, давайте я пару слов скажу, что реально происходит. Ну, во-первых, заменять переменные и переходить от саз переменных к диатом листе нельзя, потому что это вот именно поля, независимые переменные. Это и функциональные интегралы, то есть интегрирование по этим. То есть, туда входит в функциональные интегралы, в какое-то произведение интегралов по полям во всех точках, ну и во всех координатах. Да? Ну, почему? То есть, сюда входит этот интеграл, очень большой размен. Знаете, если его интеграл рассматривать? Ну, не знаю. Ну, почему интегралы? Вот. Ну, то есть, есть вот этот функциональный интеграл здесь, да, в таком-таком языке. Дальше есть интеграл, конечно, по метрике. Но мы знаем, что есть выбор, так, свобода выбора кардината мировой листе. И этой свободой можно менять метрику вот эту и вплоть до полного ее уничтожения, да, от избавления, от него можно в плоско превратить. Значит, здесь свобода большая перебывочная. Чтобы, значит, аккуратно разобраться с этой свободой, как всегда в перебывочной теории, нужно перфиксировать перебывку, а кроме того вводить антикоммутирующие переменные в духе, добавлять их сюда. Вот тут еще скалярные антикоммутирующие переменные вводятся, В, и С, некое всегда. Могу сюда добавить. Но, конечно, детально разбирается, как это устроено, мы с вами не будем. Но, в общем, естественно, отличается от перебывочной теории. По сути, это система со связью, все такого перебывочного типа, они все... То есть, Андрей, я бы опустил, вот, киплоэнсенфолис для того, чтобы вот это условие того, что тензернафия и Иркульса 2,0, да? Это же... Это клейбовочка, ну да, условия клейбовки такой, да? Фактически, с усиленной связи. Поэтому... Ну, давайте, не будем гугляться, потому что это всего лишь один из подходов, он тоже работает, но нам от него ничего не надо. Но, реально, мы не хотим зачистать этот интеграл, нам главное вот показать, как вот выглядит амплитуда, да? И мы увидели, что амплитуда – это такой коррелятор от оператора, взятых в разных точках на струне и проинтегрированный по положению этих точек на месте. Вот. Дальше, упорядочивать, кстати, вот здесь, в таком случае для гарипонов, да, которые... Возмущение для которых может находиться в любой точке занового листа, но как и нельзя, в принципе, разумно могут упорядочить. Ну, и вот общая идея, значит, что мы можем действовать аналогичным образом и рассматриваем все остальные взаимодействия, все измечения любых других состояний. В том, что мы можем модифицировать действия, вводя дополнительные сандармы, содержащие какое-то количество каких-то производных от наших паней. Ну, и двигаясь, так сказать, в сторону увеличения степени числа производных. В частности, вот мы можем, к примеру, рассмотреть тоже антисиметричное выражение, но не симметричное по вот этим двух производным, а оно только антисиметричное. То есть, его будем сворачивать с генерной, не симметричной метрики, а с антисиметричным трензовом. Этим тоже, если он там узнал. С генерной симметричной метрики. Ну, тогда эта конструкция будет антисиметричная уже и по простраструктурным индексам, ее надо сворачивать с некоторым симметричным трензовом по простраструктурным. Ну, и это тоже можно интегрировать, добавлять в действие, и, значит, уже это будет описывать, такая добавка излучения частиц, описывающихся не симметричным трензором, как говорили, с антисиметричным трензором. И мы с вами там, когда писали эффективное действие, там встречали наряду с метрикой вот эти вот все лишние поля, которые там... Ну, именно вот это поле, оно именно всегда есть, когда есть те метки, как сказать, для струны. Ну, и вот эти взаимодействия, которые, значит, содержат операторы, находящиеся, живущие на всю операционную листе, как вот эти вот... В этом... Такие взаимодействия могут быть... Такие состояния могут звучаться как запутыми струнами, так и открытыми струнами, да, потому что, ну, у тех или у других там можно поместить эти размышления внутри места. Ну, есть, значит, взаимодействия, которые специфичны для открытых только струн, то есть, у которых есть камеры, да. Потому что только в этом случае можно добавить в действие сражаемое, то есть, живущие на краю рука, да. Вот. Листа, и там будет, значит, интегрирование уже не по двух координатам, а по одной вдоль края. Вот. Вот. И какие там простейшие варианты есть? Есть. Динегрирование врача уже теперь вдоль края. Какую-то функцию. Ну, здесь ещё, да, да. Это уже однократно. Динегрирование теперь. И, ну, как-то его надо сделать инвариантным, да, поэтому, значит, это по инвариантным, где он где не будет интегрировать. То есть, по ДС техническим. Вот. А ДС будем вычислять там по метрике на уровне стены по H. То есть, это... Себисигма. Альфа, себисигма. Уже, вот. Уже. Уже. Ольфа, с goal. Вот. Это вот. Вот такую можно написать. Вклад. Вот. У меня аргумент. Уже, какие-то варианты. А что ещё еще другой интересные, какую можно написать по камеру? Там можно ввести некое лекторное поле, то есть в другом языке можно назвать референциальную форму, и интеглировать эту референциальную форму. Т.е. выписать x точкой, да, здесь, значит, интеглировать уже по крайнюю, но здесь можно, значит, вместо труды больше переписать конечную форму, да, здесь седьмая. Тут уже никакой посторонней метрики не надо дописывать. Т.е. вот эта просто официальная форма просто ограничивается на х, вот эту линию, и по ней можно интеглировать без использования какой-либо метрики посторонней. Вот два таких примера самых важных для окраина. Ну и если раскладывать, вот этот случай таким же образом и раскладывать по хвостким волнам, то видно, что возмущение будет какое-то, возмущение уже никаких производных содержать не будет, и ничего не будет содержать, кроме экспонента. То есть все возмущение будет на экспонента, и потом берется оно только на крайнюю. И вот в таком интеграле, значит, интеглирование будет уже теперь по крайнюю. Ну и понятно тогда, что это скалярная частица соответствует, да, муховая скалярная, здесь никакой производницы нет. А вот этот случай, значит, он будет содержать одну производную, в этом случае будет производной. Ну и тут же однократно интеграле будет, ну, экспонент, который обязательно будет, с ним это всегда есть. Ну и этот случай соответствует веберной микрочастице, звучащейся, да? Слушай, Андрей, а вот ты видишь, что эта граница, она одновременная, да? Ага. Ну, что-то я не очень понял, но вообще-то... Ага, то есть... Давайте просто я утверждение скажу, чтобы понятно, к чему это всё. То есть, видно, что два типа частиц могут излучаться струнами. Два типа состояний. Одно, значит... Где голосовой, да? Здесь, в свободном месте. Один случай, когда излучение происходит в границе. И другой случай, когда изнутри мировой страны. Ну и понятно, излучение изнутри может и когда окраина в силе происходит. А это вот... Эти время связано с нашей анкарой. И к чему это соответствует? Оказывается, что, ну и в общем-то, довольно естественно, конечно, что ещё ожидать. Что вот эти вот возмущения, которые живут на краю. Они соответствуют излучению открытых... Состояния открытых струн. Потому что они существуют только тогда, когда вообще этот край есть. Да? Естественно, что дальше нет. Они с краем связаны. И вот эта вот... Скалярная, для первых, без всяких производных, соответствует тахиону. Самому простому состоянию. Невозбуждённому состоянию всех тех метров, которые мы говорили на краевом подходе. А... Ээээээээээ... А значит, частицы, которые излучаются операторами живущими внутри листа, они соответствуют излучению замкнутых стволов. И вот этот вот стиметичный пензор, который из метрики берется, это действительно гравитоны, излучение гравитонов, они, кажется, безмассовые. А антистиметичный пензор, это соответствующее поле, которое в данном эстетическом приближении к этим теориям тоже всегда есть. Как вы там писали в прошлой лекции. Кроме того, там можно выделить также и, если считать вот это безмассового тензора, след, но след написать отдельно. Этот след соответствует еще одному безмассовому состоянию скаляргану, который идиотом. Это тоже очень важное состояние. Тоже относится к замкнутых стволов. Ну вот, как бы, зная это, более-менее можно, фактически, уже написать амплитуды растения. Вот именно таким вот образом. Но вычислять его не обязательно через социальный интегрём. А просто уже написав такое выражение в виде коррелятора, мы можем его интерпретировать уже и обратно переходя к оператору на формализму. Мы понимаем, что такой коррелятор – это можно взять произведение операторов, уже упорядоченное по времени соответствующих. И вакуумное среднее нужно взять. Будет комборционально, по крайней мере, на другому. Но уж о коэффициенте промзанности там можно как-нибудь из унитальности всегда подобрать. Нужную степень, константную взаимодействие, так сказать. Андрей, можно дурацкий вопрос? А как открытые струнаны из натяжения может существовать? А дело в том, что если классические решения рассматривать, то край движется скоростью света. Это следует из условия, что x точкой μ в квадрате плюс x в квадрате, производное по стихме, равно 0. Это одно из корреляционных условий. Ну, а если это на границе 0, то и это 0. Значит, тут скорость равно скорости света. Вот такая особенность. Но поэтому, по теории, с натяжением нет. В принципе, действительно, там же натяжение есть. Свободные оканцы. Изденье тут можно натяжение. Это отношение, не знаю, какой-то жесткости, конкретности. Ну, здесь оно как бы существует везде. То есть, оно в ненатянутом состоянии здесь не может быть, да? То есть, если бы они не двигались, то оно бы сход может быть в ноль. То есть, не двигаться не может, когда он скрозь света движется. То есть, стоящая такая не может быть, либо бесконечная, а конечная не может быть. Либо заплутая пенцепия. Слушай, а вот классическая струна, у нее как бы есть траектория, да? Вот эти концу. Да. А вот квадры, струны, эти струны, они заметают все? То есть, это подобную плоскость, которая там, D-2 или D-1? Нет, ну... Так это же зависит от траектории. Ну, траекторию, в какой-то механике, как нельзя определить, так и нельзя. Ну, в принципе, то есть, нельзя ограничить никаким каким-то там, по множеству, по этому... Состояние, там, ну, это же как осциллятор, да, набор осцилляторов. В принципе, вот как у любого осциллятора, там, вероятность найти где угодно и есть в любом состоянии. Не, ну, представьте, что у тебя просто струну, она, например, между двух... Ну, все заметает. ...миже двух каких-нибудь, ну, так сказать, стержней. То, ну, кладкая струна, она как-то там будет хлебаться, а птица целая, она может ездить, как плоская волна и так далее. То есть, они, константы, они как бы, ну, живут на такой... А, ну, если он закрепил, то другое дело. Не, не закрепил, а именно, что закрепил, он так, что не вводит. Ну, ограничил ход на передвижение, да? Да. Ну, то есть, вполне могут... Ну, такие ограниченные условия, а то и другие ограниченные условия. Это очень интересное, кстати, о том, что мы поговорим тоже. Когда закреплены ограниченные свободы передвижения концов. Тут Дебрамни, связанные с Дебрамни. Ну, вот я иду как раз про это, спроси. То есть, мне доказалось, что как раз Брана, это доказалось то, что не ограничено, а то, что это поверхность, которая заметает конец... Да, мы сейчас только немножко поговорим. Ну, да, в принципе, да. Но открытые струны, на самом деле, это частный случай Дебрамни, но когда Дебрамни занимает все пространство времени. Такой размерности, как пространство времени имеет. Может, подобную плоскость, как сказать, будет? Хм? Или светоподобная на Белом Бразе? Да нет. Ну, ты говоришь, что они должны со склостью света? Концы, кая, кая со склостью света, а середина не обязательно со склостью света. Правильно? Трепуран, это не конец? Ну, правильно, концы, но они могут жить на любой поверхности все-таки. Такие вот светоподобные траектории выписываете, ограничившись на какую-то поверхность в чем большей размерности, да? Поэтому Дебрамна это не одномерная траектория, да? А то, куда она там ограничена. Она может ограничена, в принципе, на любую достаточно какую-угодную поверхность. Чаще всего, больше всего, плоские рассматривать эти поверхности, какие-то имперплоскости, да? Самый простой случай. Но каждая из них должна световой луч как бы целиком содержать? Сдержать, да. Ну, не прямой луч, но какие-то светоподобные линии, но они есть всегда, конечно. Ну, не всегда. Ну, если есть временоподобные и постнаподобные эти направления, тогда Пуга-Деберховская какая-то содержит? Ну, давайте не будем. Нет, кстати, я что-то не понял. Это же полевые полугина, то есть, в частности. А, это, можно говорить с этого ритма до поля. Да. Поэтому она не обязана залетать весь фонус, по сути, дьём. Почему? Ну, в квадратной механике вообще траекторию не можем определить. В квадратной механике там какая-то траектория, есть, конечно, какая. Это линия некоторая, именно траектория. У неё, значит, 4-сторость с нулевой длиной электро, да, все это подобное. Но она, конечно, не весь заметает конусы, по сути линии нет. Ну, давайте, значит, зафиксируем, значит, что, в принципе, мы можем описывать амплитуды излучения таким образом. Значит, можем переходить от таких выражений, которые мы понимали как функциональный интеграл, то, чтобы переходить к вагонным средним от тех же граторов, но в порядочениях, которые мы имеем. Вот так вот это будет выглядеть, и, конечно, интегрирование. Вот здесь и сигнал. Тут одновременно можно брать, в принципе, излучение и замкнутых, и открытых. СТО, естествующие. То есть, тут интегрирование выглядит как эндомерно, но только двумя. Вот. Ну, и как это выглядит? В простейшем случае, вычислять вот эти вот вакуумные излучения, ну, можно для тахиона. И вот Венециановым, написавшим амплитуду, он рассмотрел фактические излучения струной двух всего океонов. Но при этом начальные и конечные состояния тоже, в этом случае, берутся трионные. В принципе, их можно, конечно, брать любые. Вот. И получается, с тем образом можно будет, ну, конечно, с разными, с лунновыми векторами. То есть, К1, в начале, К4, в конце, и К2, и К3, это вот. То есть, он, на котором соответствует оператор, соответствующая здесь вот. То есть, чтобы... Ну, это примеры. Как вообще амплитуду Лестрону писать? Ну, это самый простейший случай. Исторически просто из него всё произошло. Из амплитуды Венециана, да? Просто вернуться к тому, с чего начинали, чтобы... То есть, реально, на начале было угадано. Потом из неё получены все другие амплитуды и сооружения металленности. А дальше возникнет формализм и понятие струн, и все другие там методы. В частности, вот там научились операторный формализм, который позволяет записать эту амплитуду, как вакуумное исследование двух таких вот операторов. То есть, мы излучаем струну, мы излучаем линию, да? Это струна, в общем-то, но она в данном случае как одночастичное состояние. Ну, понятно, что мы там выясняли, что у струны есть разные моды колебаний, каждый соответствует какой-то частице. Нет, вот эти вот кадры, это две струны? Да, волновой вектор одной, это другой, а в начале есть ещё одно состояние, и в конце ещё одно. То есть, это вот четырёхчастичная амплитуда, четырёхвоска. Ну, и вычислить её уже не сложно при желании, знаю, возложения вот этих иксов по осцилляторным переменам. Там просто надо будет, соответственно, уже позорно коммутировать эти операторы уничтожения направо, операторы уничтожения налево, да? И получится там какая-то уже цитическовая функция, средняя, которую уже дальше можно интегрировать. Ну, дальше там есть некоторая, опять же, тонкость, что симметрия здесь в такой записи, когда модель, где произведение двух операторов интегрированных уже два, не вся использована. На самом деле, положение одного из этих операторов по струне можно выбранный координат менять, в соответствии с походной вероятностью. Ну, и поэтому реально его надо зафиксировать в любой возможной точке. Интегрирование останется одного всего. И это, как раз, и будет вот это самое натикальное представление для бета-функции. Это будет зависеть от инвариантов. Альфа – это линейная функция от 12 квадратов, соответствующих там импусах. То есть, ну, по регулярному представлению все отбомни, опять же, что это накатный интеграмм, где вот эти вот аргументы в показателе экспонентов находятся. Ну, это… То есть, ты всю прямо экспоненту, да? Да, то есть, все это разложение здесь, целый ряд, да, есть. Их надо все коммутировать, когда вычисляешь средние. Ну, в принципе, поскольку они в экспоненте, это легко делать. Экспоненты от осцилляторных этих операторов, мы знаем там, как коммутировать. Некоторые у нас излишками и подобными методами это можно проделать. Вот, когда их коммутируешь между собой, там, каждый зацепляется друг за друга, и получается некоторый там экспонент от некоторого варианта. Это вариант, на самом деле, алгоритм. Поэтому экспонент от этого алгоритма дает некоторую степенную функцию. Вот. Степенная эта функция будет содержать, допустим, сигму в одинаковую, есть стату, которую я интегрирую, в степень, вот, экспонент отечную по, по алгоритм, да? И будет в единицей, минус сигма. Единица – это если мы второй оператор поставим в единицу. Вызвонить один от кредера. А там не угодно. Вот. 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 Единица – это вот эта функция, туда лица, она такая вот, прощается. Вот. Ну, к чему это, значит, еще? Что, конечно, здесь можно изменить? Вот. Сюда. Что, если, значит, мы хотим вести калибровочную степень свободы, да? То у нас вот здесь вот, практически, есть, мы рассматривались программы, которые содержат такую фазу, которая по краю струны набирается, да? От калибровочного поля. Это годится в случае, если это поля абелевого, но нелегко обобщить, наверное, случай, когда это вектор транциал относится к любой другой группе, да? Более сложно. Не абелевый случай. Но там нужно, значит, интегрировать, конечно, таким образом, с учетом упорядочения, да? То есть, это будет петля лица, да? То есть, ИТК будет упорядоченный до этого края, надо брать. Ни след, да? Если след. Но след, значит, чтобы реально был след, тогда мы должны еще одну полезную операцию сделать. Вот, конечно, в качестве, когда вот эти формализмы функциональные интегрирования рассматриваются, и рассматриваются интегрированные по всяким поверхностям, но в площади гораздо, когда поверхность их видела все. Это же лучше видела пространства. Римменные поверхности. Поэтому вековский поворот сделать полезно можно. И после этого, значит, все поверхности остановятся. Рима на области. И, соответственно, простейшая поверхность с краем. Это... Ну, так вот выглядит, да? Она... И действительно тогда... Инферирование у меня, значит, вот такой... В лесеновской линии. Она... Замкнутая... Замкнутая линия не идет. И поэтому, конечно, надо вот след тогда взять. Ну, вот такое, значит, вообще ненанятное, возможно, случай. К чему это соответствует? Ну, в зависимости от того, какую группу взять. Ну, вот... Первое, что в голову приходит, и пришло там будет, оно-то... Чему это будет соответствовать для произвольного, значит, этого числа отсюда? Ну, вот можно, чтобы понять, чему это соответствует... Можно, например, тоже это разложение вот это в этом случае посмотреть. Видно, что разложение, значит, содержит нябелевые потенциалы перед лодочками. Ну, у которых теперь еще и индексы есть. Эти внутренние группы соприсплющие. Вот. Ну, которые... У n еще и разные, к тому же, да? По-разному образуются. И, значит, идет произведение их. Вот. Ну, как это можно понимать? Это как раз в случае можно понимать, что есть этих... Не одна струна, а n штук реально... Я бы сказал так, n положений для границы струн невозможных. Которые реально, как раз, конечно, не отличаются. Ну, вот, просто несут некоторое именное такое. И, значит, каждая струна, она может идти от питого края, от лучшего края. Но, при том, она ориентирована, да? Поскольку эти индексы разные. Разно образуются. То есть, то, где начало, где конец, это задано. Нельзя представлять. И как они, действительно, вот эти различные модули, на самом деле, сюда можно таким образом представить входящими. Что, ну, можно разложить по матрицам, значит, представление, соответствующей кирбулочной группы. Которые обобщают, там, сила матрицы и матрицы Геллмана. Генератором, как обычно они там. Последнее представление. Вот. И тогда, реально, значит, амплитуду будет вродить следом произведения вот этих вот генераторов. То есть, обобщение по сравнению со случаем произведения одной из струны без всяких лопутных квадров чистого состоит в том, что, значит, вычисляя амплитуду мы туда вписываем эти генераторы и берем след от их произведения. Да, вот здесь, то есть, на краю излучаются частицы. В каждом месте выставляем генератор свой, соответствующую ногу излучаем. Ну, это дополнительно того, что было без наличия света. Ну, возможно, и другие группы, кроме OL, то есть, ортогональная и прочее, все какие там простые группы известные. Можно брать, можно, конечно, комбинации простых, желание брать. Но свойства у них разные. То есть, вот, например, если ортогональную группу взять, тогда уже эти индексы не отличаются. Да, вот у генераторов O по индексе одинаково преобразуются и это симметричный полингенератор, да, O, 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 S, U. Поэтому, значит, можно сообразить, что, если мы берем такие генераторы, то мы, фактически, оставляем только состояние антисимметричное по перестановке кольцов. То есть, это означает, что мы не учитываем ориентацию, в этом случае, струны. Ну, это как раз вот возможная степень свободы, о которой мы еще не говорили, что можно рассматривать струны как ориентируемые, так и не ориентируемые. Не ориентируемые – это где крылья от крылья струны не отличаются. И поэтому, возможно, например, мировые листы с топологией листа Меркурса, либо других линий для замкнутых струн. Ну, и тут вот как раз возникает такая интересная связь с предыдущим. То есть, мы с вами вот на прошлой лекции видели, что у замкнутых суперструн, значит, суперсимметрия расширенная. Там два набора геритонов есть. А с другой стороны, у открытых струн суперсимметрия не расширенная. Потому что у замкнутых она расширенная взялась из-за того, что у них набор и левых, и правых независимый мод. А открытые струны – один набор этих геритонов. И это означает, что вот с теми замкнутыми ориентируемыми струнами, которые мы рассматривали, которых, наверное, круглосу просмотрели, вот эти открытые струны злодействовать вообще не могут. То есть, герон-2 суперсимметрия не совместима с открытыми струнами. Ну, а как же все-таки можно рассматривать открытые струны? Ну, можно, но для этого, значит, замкнутые надо быть неориентируемыми. Ну и, соответственно, открытые тоже неориентируемые. Это означает, что вот эти группы УН и СУН отпадают в качестве террористой группы, которую можно добавить к суперструнам открытым. Остаются, в частности, вот эти струны, а еще там некие люди оставшиеся. Ну, реально там дальше остается также условие отсутствия аномалий, и это уже выделяет из всех этих групп всего одну. 132. Вот. Это к слову. Ну, вот пока мне тот факт, что вот эти отпадают, это мы можем объяснить из того, о чем вы говорили. Так, а вот все-таки идеология. То есть у нас же оказалось, что это должно быть просто струны, да? Значит, мы эти струны начинаем, вводим взаимодействия, они могут там сливаться, допустим, разными способами. Я правильно понимаю, что эти разные способы приводят к тому, что у нас могут быть разной симметрии, и возникают разные поля, допустим. Ну, грубо говоря, данную динамику мы можем получить от себя или нет? Можем, но смотря к вполне определенным способам только. Ну, например, для позорных струн можно, в принципе, вводить и такие вот поля, вот таким образом, через вот эти вот, так сказать, петли листона и вот факторы, которые следы от произведений генераторов, да? Да, вот эти факторы назывались факторами Чанна и Патонок, в честь первых людей, которые ввели их... Так, говорят, у нас же есть пункт, у нас же отпал. Да, но для суперструн, например, ну, а непротиворчивая теория, все-таки суперструны, да? Потому что бозоны и струны там гердохионные и прочие проблемы. Поэтому тогда давайте к суперструнам переходим. Там, значит, остается вот это вот, исход 32. Но у нее, она, конечно, группа большая, и в подлупах у нее, в принципе, есть, конечно, СО-10, а у СО-10 и СУ-5 есть, например, подлупы. То есть там есть, в качестве подлупы этой группы, скажем, СУ-5. Там завидуются стандартные модели. Но у нее, в данном случае, там, в стандартной модели, там есть керар-керарные эфирмионы, которые вот с частью декребомочных бозонов взаимодействуют с несимметричным правильным образом. А здесь вот прямо так это сразу не будет. Вот. Поэтому вот буквально вот. Но дальше, конечно, все еще зависит от способа комбатификации. И вопрос вот, можно ли при какой-то комбатификации получить именно стандартную модель с учетом вот этой вот керар-керарной асимметрии сходов взаимодействия. Ну и вот это, конечно, не во всех реализация окажется возможна. Но вот это вот все-таки не единственный способ введения керар-керарной асимметрии. Есть еще другие, не единственный способ введения небольшой степени свободы. И вообще это не единственная струнная модель с открытыми струнами. То есть, есть, значит, вот это вот. С открытыми струнами она единственная. Но, значит, единственная струнная модель самосогласованная. Есть еще две модели замкнутых фронтильных струн, о которых мы уже говорили. Но о которых вот так вот наивно там нет переборочных стен свободы. Но, в принципе, они могут возникать при комбатификации. Механизм керар-керарной асимметрии. Но, опять же, нет гарантии, что там могут возникать нужные керар-керарные асимметрии. И нужная керар-керарная группа. Это обычно 12 минут при мутном керар-керарной асимметрии. А где-то просто есть ревозапрещающие. Это что-то нужно получить. Ну и есть еще две варианта супер-струн с кариборочными полями. Которые вот каким образом получаются. То есть мы с вами сами видели, что у замкнутых супер-струн есть правые левые моды. И реально их самосогласованность достаточно независима у друг друга. Все эти связи там почти все независимо накладываются. Поэтому догадались, что можно на этом сыграть и рассматривать независимые эти секторы. И вообще один можно взять чисто базонный, а второй супер-струнный. Чисто базонный будет за критическую размерность 26 иметь, а другой супер-струнный 10. Но лишние 16 измерений можно попратифицировать на 16-мерный тор. И то, что останется, будет с темерной теорией. Действительно, вот две такие обнаружились не противоречивые теории. В силу две, потому что тор – это что такое? Это берется жесткое пространство и отъясняются точки, отличающиеся на векторах какой-то решетки. Вот на эту решетку 16-мерную такие большие ограничения жесткие, что с такими свойствами всего две решетки обнаружились. И вот соответствует двум теориям независимой. В космосе называется гидриотическая струна, то есть такая гибрид базонных и феномных струнов. И группы, которые криволочные там возникают, это опять, еще раз возникает вот эта же группа 132. А другой вариант, который возникает, это E8 на E8. E8 исключительная группа самая большая. И вот с точки зрения получения керарина и феноменов, как раз наиболее перемещающая изначально была вот эта гидриотическая струна. Но в последнее время были обнаружены способы получения нужной стандартной модели, как нужно с керарными феноменами, и из замкнутых струн. Но рассматривая кондификации с немуевыми криволочными полями. Поэтому, все-таки, это не единственный, не пишущий вариант. Они там отличаются существенно свойствами. Поэтому и то, и другое там сейчас рассматривают. И те, что из E8 на E8 кондификация получается, и элитические струны, и из замкнутых струн. Ну, наверное, в оставшееся время можно вернуться к вопросу интересному, заданному, про ограниченные условия, которые ограничивают подвижность струны вдоль какой-то заданной предповедности. Ну, и простейший, конечно, случай, который точно решаемый, это когда эта граница, плоская просто гиперповерхность, имеет дым остаток измерений одной временной. Вот это называется, там, бандамой такой размерности. То есть, и, значит, если есть одно D равно 1, то это двумерная, просто поверхность, она относится на логично струне. Ну, если D равно 2, то это аналогичная частица. Ну, D равно 2, это мембрана, уже трехмерная. И, значит, условия ограниченные выглядят в этом случае, но вот что вдоль, значит, этой вот гиперповерхности может двигаться свободно. И в соответствующих направлениях, значит, у него как у открытой струны граничного условия, что производная по, значит, сигма-1 равна нулю соответствующей компоненте. Константа, ну, можно подписать ее, чтобы производная по времени не равна нулю соответствующей компоненте. Вот это тоже пиолетово. Уже видно, что некоторые симметрии есть между тем и тем условиям. Одно содержит производную по одной координате на нее внести, а другое условие по другой координате содержит. Поэтому, если мы, например, напишем, разделим правую и левую моду, где мы бегущие и там мы бегущие. Мы бегущие и так далее. Мы бегущие и так далее. Металом у нас называлось это сигма-0 и сигма-1. Ну, и вот, если мы относительный знак между этими нодами в этой ступне изменивать можно, то есть, не плюс, а плюс изменяем, тогда вот одно условие в другое переходит. То есть, есть вот некое преобразование, которое меняет эти условия. Это преобразование называется т-дюальностью. Если оно меняет какие-то компоненты, меняет условия, значит, размерность этой браны меняет на единичку. Это дуальность для некоторого управления, это изменение, изменяется еще главное. Ну, и что тут замечательно вообще? Вообще, возможно, еще что-то есть другой взгляд на браны. Это понимание, что вот любые вот эти объекты стабильные, они должны существовать за счет того, что они какой-то заряд заканчивающийся имеют. И заряды эти соответствуют тем синтетичным тензорам безмассовым, которые мы уже видели. Ну, в частности, ну, и число индексов у этой латтенза, оно равно размерности вот этого объекта. То есть, если это обобщение, такая частица, из ноль пространственных измерений, одно временное, тогда, значит, оно взаимодействует просто с обычным переговорочным полем, как обычная частица. Если, ну, взаимодействие таким образом, что в действие можно дописать интеграл, значит, вот этой формы по линей. Вот. А, значит, если двумерная, то уже померкность, то, соответственно, интеграл от формы второго данного можно дописать. Ну, и это не требует метрики никакой. И понятно, что это соответствует зарядам векторам, согранирующимся, да? В принципе, что теорема гаусса, как вот, есть для вектора. Также аналогичная теорема есть для напряженности поля. То есть, теорема нужно было интегрировать? Ну, да. То есть, напряженность поля надо написать, то есть, тут гаучка. Ну, и там уравнения поля, они соответствуют тому, что там, ну, что дивергенция от этой напряженности поля равна нулю. Ну, дивергенцию там удобно записывать, как внешнюю производство, там, от виртуального напряженности. Ну, и это можно проинтегрировать по поверхности охватывающей на большом расстоянии этот объект. Ну, в общем-то, в любом остальном, сколько вот это интеграл зависит. Ну, и поскольку, вот, когда мы это интегрируем, да, то этот интеграл, значит, равен интегралу по границе от того, от чего здесь, конечно, производный интеграл. Ну, либо там, в другом языке, что это была дивергенция, да, что интеграл-дивергенция сводится к интегралу по границе в силу теремы стокса. Ну, это означает, что вот, если границы две, да, на одном расстоянии, на другом две поверхности ограничивают, то, значит, не зависит интеграл от выбора вот этой границы. Ну, это означает, что, значит, можно ввести заряд некоторые, да, которые там, можно, например, поделять как интеграл по маленькой, какой-то окончающий этот объект поверхности. Ну, он же будет, реально, интеграл вот на большом расстоянии поверхности, что вот и ввести арена Гаусса. То есть, вот есть какие-то заряды, значит, соответствующие этим объектом, содержащиеся. Вопрос. Разве сам Ашлинион не будет просто напряженности, нет? Нет, это все-таки вот крыльбовочный потенциал. Нет, ну, а его нельзя реализовать, а Демион, а Нюрминус Дениамин? Нет. То есть... Ну, а к какому спину он соответствует? А в многомерии, там, такого вот, такой хорсификации у представлений групп СОН, там, клиентов, больше троги-четверки, нет прям такого, что одним часом нужно писать спин, да. Вот такие представления своего собственного нюрма, светочного трансформера, там. Ну, если в небольшой разменности, то я может дуализировать, там, или свести иногда, там, к вектору, там, да, там, или к скалеру дальше, если разместить маленьким. Ну, в смысле, просто крошку. Ну, в смысле, я имею в виду, что надо писать его под дегрированием. Ага. Ну, это, на самом деле, нельзя сделать, потому что, как раз, на самом деле, добавка вот того, чего ты продолгаешь сюда, она, как раз, клевочное образование для него является. И, реально, вот эта вот добавка, реально там, может быть, при вызывании консиметрии внутренней просто уничтожена. То есть, как раз, с точностью до этого? Да, с точностью до этого, как раз, это интересно. Так, а что на случай Д равняется в мембране? Д равняется двум, это мембрана, как раз, очень интересный случай, простейший после такой струны. Вот, и, ну, можно рассматривать всё-таки, именно в этом случае, ну, легче, чем в случае больших размерностей. Вот. Ну, значит, вот, именно то, что говорят Д дэбраны, это, значит, относится к зарядам относительно полям, тем Рамон-Рамоновским, про которых я говорил, да, которые... не вот это вот. Вот это берётся из сектора, на суперстон, Нью-Шварц, Нью-Шварц. И это не соответствует, соответствующий, значит, объект, который заряжен относительно вот такого поля. Это как раз, вот, самая обычная струна, вот, это, наша фундаментарная. Поэтому, эээ, называется, эээ, такая струна, вот, называется фундаментарная, да, которая заряжена на суперстон поля. Ну, значит, может быть, объект, который, например, заряжен относительно дуального к этому тензора, он там, он в десяти измерениях, можно посчитать, сколько индексов имеет, естественно, какая размерность, да, давайте посчитаем, вот. Здесь напряжённость поля с теми индексами. В дуальном кинзах напряжённости от десяти измерений здесь 10 минус 3, 7. Соответствующий... Соответствующий... Эээ... Соответствующий... Эээ... Эээ... Значит, будет иметь... Эээ... 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 Ээээ... 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 Эээээ... Четно или нечетно, это зависит от типа А или типа Б теории санкт-Петербурга. Важный момент, что если даже на классическом уровне рассматриваем вот эти поля, на уровне низкогенетического приближения, гравитации плюс вот эти поля, то все равно можно аналогично условия квантования дирака для монетного заряда вывести дискретность вот этих зарядов на самом деле. То есть, можно убедиться, что вот эти вот объекты, эти заряды на самом деле существуют в виде суперпозиций какого-то недельных объектов. Есть соответственно с наименьшим объектом недельным. То есть, можно ввести число этих грамм в зависимости от заряда, сколько их там расположено. Ну и классический предел содействует большому этому часу. А в случае, когда мы рассматриваем эти граммы в воде со стороны, как просто ограниченные условия для струн, вот такое рассмотрение позволяет рассматривать и конечное число этих грамм, в том числе и атомат. Одним и нет атомат. Ну и что в этом случае замечательно. Ну вот мы с вами видели, что когда мы брали струны пост-открытые, пост-открытые, пост-открытые времени, но говорили, что на концах могут быть различные состояния. Играя на штуку здесь, и на штуку здесь. Это нам давало приборочную группу ойл. В общем пространстве. А если у нас здесь концы ограничены на какой-то атом пространства, на граммах, то разница вся в том, что эти приборочные поля локализованы теперь на этой грамме. То есть тоже есть моды безмассовые, но которые будут сочиняться только в этой грамме. И оказывается иногда, что в термогизмическом пределе такая теория эквивалентна приборочной теории на брани. Ну вот на этом основано большое развитие, получившее ДССРТ-соответствие, которое позволяет связывать граммочную теорию с большим числом цветов, внутри тех, с гравитацией снаружи от этого объекта. Ну и поскольку это большое, то можно классически рассматривать эту классическую федерацию от этого человека снаружи. Ну вот на этом, наверное, я и хотел бы завершить. И сегодняшний, и вообще весь цикл. Как-то мы дошли до каких-то интересных моментов. К сожалению, сильно далеко уйти не удалось. Так построить, чтобы проще неинтересно рассказать. Может, как вышло, так вышло. Может быть, что вопросы сейчас у вас? Все-таки брани, получается, руками вводятся, да? Как граничные условия для строя. Ну, реально, это вот объекты, которые фактически есть здесь. Поэтому, как вот заряды. Если есть Максовское поле. Заряды, вот они дополнительно вводятся или нет? Наверное, все-таки это действительно источники для этого Максовского поля. Достаточно естественно уже, как бы обязательно, в каком-то смысле, должны быть. Тем более, для него поля. Где прямо какие-то решения будут классические, даже регулярные, да? Там с инфермируемого поля. Вот. Поэтому, все-таки, само наличие вот этих вот полей. Всяких, которыми всякими синтетичными пензрами описываются, да? Они заставляют и осматривают заряды относительно вот этих вот полей. Ну, а эти заряды, как мы видим, они, во-первых, дискретные оказываются, да? Слой квантования можно вывести тем же видом, как одинок. И, ну, дискретные, значит, дальше надо разбираться, что это такое. А дальше Пальчинский обнаружил, что если мы рассматриваем действительно вот такие объекты, на которых может заканчиваться струна, то у них как раз оказываются соответствующие вот заряды однократные. То есть можно вычислить просто какие-то амплитуды рассеяния, а там какие-то амплитуды извлечь, что у них такие есть, вокруг них есть поля, соответствующее вот этому заряду. Какому заряду вычислить? И взаимодействие их личное за счет вот этих вот взаимодействий следующих зарядов. Ну, и это сходится. То есть, таким образом нашли интерпретацию для зарядов относительно накрытия футболей, которые есть в эстетическом рубеже. Так что это не произвол, а, в принципе, это важная часть теории. То есть, ну, это еще дополнительно к струнам объекта, правильно? Ну, допустим, у нас есть вот частица, да, с фермией электронов, да, например. Ну, если мы говорим, что есть еще фотоны, то про отношение к струнам это то же самое, что... Нет, в некотором смысле это все-таки, я бы рассматривал это как салитон некоторый, или дефект, который уже, в наличии которых определяется самим видом теории. Вот как, например, монополи в клейбовочных теориях назначено должны быть, да, там их можно как-то создавать при определенных там, по крайней мере, значениях констант. Также и здесь вот аналоги вот этих вот дефектов в клейбовочных теориях, которые действительно должны быть. Нет, в самом смысле, сам зарядок, он же тоже не в том, что дефект, если это дивергенция, то в том месте где она? Ну, с сабелевыми это как бы, ну, как бы можно, может быть, сказать, что вот их изначально нет, да, там этих зарядов и все, пустое пространство, там одни фотоны. Это не интересный случай, но, как бы, еще можно. Но реально, конечно, всегда, если есть какое-то предвоочное поле, есть сохраняющийся заряд, то такие заряды вот реально интересно рассматривать, по крайней мере. То есть, они, скажем, могут иметь какую-то большую массу, да, реально, поэтому не рождаться, да, в каких-то условиях. Тем не менее, их рассмотрение для данной теории, конечно, все равно очень важное. Говорит много о самой теории интеллином устройстве. Ну, как вот, например, ОДСЕВТИ-соответствие, там много чего рассказывает о всех связанных с этим теориях. Хорошо, а какие-то гугооскопические правда могут быть, да, например? Мы смотрим, космос, да, видим вот это, что с тихой стороны. Ну, я думаю, что это не обязательно. Должны быть, но какие-то модели, может быть, и можно построить, это не запрещено. А вот я слышал, что черная дыра вроде как раз брана есть, нет? На самом деле, вот эти вот браны интереснее всего рассматривают случаи, когда они еще суперсимметично не нарушают полностью. То есть, вообще, говоря, призвольная, там, с залядами черная дыра, она не суперсимметичная. Вот. Поэтому вот она соответствует, на самом деле, таких вот интересных бран, комбинации, так сказать, разных сортов. То есть, на самом деле, здесь вот этих вот бран, мы там не говорили, но реально есть два сорта – бран и антиграны. Вот. И реально вот у физической черной дыры эта комбинация точно не суперсимметричная. Вот. Но, в принципе, можно, да, на таком языке говорить, но это вот кое-что, какую информацию о черных дырах как раз дает. Ну вот, особенно в случае как раз суперсимметричных черных дыр, которые, конечно, к физическим не относятся, но хотя бы в случае суперсимметричных, то есть, когда там заряд специального значения имеет максимально возможное, ну и теория там определенная, вот, все-таки не чистая гравитация. То вот в этом случае, значит, ну, можно посчитать число из суперсимметричных состояний, используя суперсимметрию, и сравнить с почвой неправильности, например. И вот, согласия получаем. Поэтому, ну, такую, ну, возможность сделать в определенных случаях полезные на черные дыры, как на суперпозицию по шоу-часовым. На этом мы завершаем. Если мысли интересны, заходите. Вообще, было много идей интересных высказано, буду еще думать. Интересно было бы их в качестве повода на много задач. ufen на базар. Поэтому... participated в камеру ... на?